Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в центре Сангейтс. Меня зовут Майкл Мелехов. Кто меня еще не знает, те, кто нас смотрит, захотите, познакомитесь. Но сегодня у нас, во-первых, у нас в гостях телевидение Чикаго, интернет-ТВ Чикаго это называется, и у нас идет запись в трех форматах. То есть я смотрю в камеру, вот сзади стоит телевизор, который снимает, в общем-то, все видят. Ну и кроме этого у нас еще идет запись прямо с экрана, так как у нас обычно это идет, когда мы ведем программы на радио. Дорогие друзья, сегодня у нас телемост, Таро-мост. Что такое Таро-мост? Вообще любой мост это, в принципе, так сказать, опоры. В виде опоры у нас главная опора это Сергей Савченко, руководитель русской школы Таро. Таролог с многолетним стажем. Количество лет, да, мы не говорим, с многолетним стажем. Ну и как любая конструкция, мост представляет собой ажурную такую красивую конструкцию. Ну и в виде вот этой вот, скажем так, красоты, воздушности у нас второй участник. Это, как всегда, красота спасает мир. Эльза Хопотниковская, прошу любить и жаловать. Оракул, таролог, занимающийся очень и очень многими практиками. Потомственная, ну, вроде бы как гадалка, сейчас там меня поправят, член Королевской ассоциации или секретарь французского Таро. Ну, много титулов перечислять не будем, тоже с многолетним стажем. И мы начинаем наш Таро-мост. Ну, а те, кто у нас слушают и видят нас, они, так сказать, примостились. Велик и могуч русский язык, где бы мы ни находились. То есть, вопрос к Сергею, который мы видим на экране, и к Кату, который сегодня представляет, ну, замещает Эльзу Хопотниковскую. Так сказать, пока мы не видим ее, но, тем не менее, мы про нее все знаем и будем слышать. Тема такая. Таро и Оракулы. Я, вообще, если честно, я все время считал раньше, до того, как я стал приобщаться, я считал, что Оракулы – это просто люди. Вот люди, которые предвидят. Вообще-то, говоря, происходит от древнегреческого там слово, это человек, который, ну, предвидит, предполагает. Ну, и раньше это было чуть ли не жрецы, которые, выступая перед каким-то сообществом, ну, рассказывали все. Ну, вот, вопрос к обоим. Начнем мы, как всегда, с женщины. Женщина у нас, так сказать, вперед. Чем отличается Таро от Оракула? И вообще, кто такие или что такое Оракул? Эльза, пожалуйста. Здравствуйте, господа. Мне, конечно, очень обидно, что у меня не видно, потому что я хотела показать очень интересные карты. И именно Оракулка, ну, вот, не знаю, с чем это связано, а когда я появляюсь на экране, я считаю, буду кошкой, значит. А зачем отвечаю? Я прошу прощения, когда будет отвечать Сергей, попробуйте, Эльза, зайти в настройки, в скайпе там есть настройки, и попробовать изменить, включить камеру, выключить и включить камеру, тогда, может быть, появится изображение. Я попробую, да. Хорошо. Слушаем вас. Таро отличается от Оракулки тем, что оно очень дисциплинированное. Есть 22 старших Аркана, 4 масти, настоящие из строгого количества карт. Из четырех карт каждая масть. Карты двора, можно сказать, отдельная часть карт Орого, 16 персонажей, 22 старших Аркана и 40 младших номерных карт. И старшие Арканы устроены в определенном нумерологическом смысловом строе, да. А вот Оракул — это может быть колодор, стоящий из строгого на карт, и необязательно организованное, хотя очень часто организованное в каком-то своем внутреннем ритме, который отличается от того, совершенно отличается. И есть совершенно такие Аркулы простенькие, которые предназначены включительно для предсказания событий, например, цыганские Аркулы. А есть Аркулы высокоорганизованные, такие как Большая Ленорман, например, астрологическая колода, которая организована по принципу звезды Давида или священной гектограммы. И есть астрологические Аркулы, например, Аркулы Ленорман. Если их сравнивать, то можно сказать, что Таро — это дисциплинированный гражданин, социально-оккультный господин, который предпочитает жить по правилам, скажем, оформлять все акции своего гражданского состояния по закону, жениться официально и воспитывать детей официально, да, образом говоря. А Аркул часто это какой-то немножечко хулиган, ломающий традиционный гражданин и живущий по своим правилам. Вот если говорить образно, то это примутно. Но они каждый имеют свой взгляд. Понятно. Прежде чем Сергей продолжит тему, организационные вопросы. Дорогие друзья, обращаясь к телезрителям, к премастившимся, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Вы находитесь в хэнгауте, в комнате. Задавайте вопросы. И второй вариант задачи вопросов можно по скайпу sungates108. У меня есть второй компьютер, и, в общем-то, мы смотрим, монитор, вот то, что вы задаете эти вопросы. Сергей, вам слово. Я бы сказал, что есть некая терминологическая путаница. Таро – это такой же оракул, как все остальные оракулы. У нас есть общее понятие оракулы. То есть то, с помощью чего мы прорисуем, или тот, кто прорисает, или сам процесс вот этого прорисания. Обратиться к оракулу. Таро – это одна из разновидностей. Или один, я даже не знаю, как это в мужском, я вроде надо говорить, или в среднем, или в детском. Это одна из разновидностей оракул. На самом деле оракулов очень много. И вот те, которые, Эльза упоминала, оракулы – это тоже оракулы. Каждый из них имеет свой тур. Каждый из них имеет свои длительные особенности, свойства, и все остальное прочее. Вот Таро, оно занимает просто свое особое место в ряду этих оракул. Оно по-своему устроено. А остальные оракулы, они по-своему устроены. То есть мы можем сказать, что с одной стороны Таро отличается от оракул, который классом ниже, от этого вот высокого, большого. А с другой стороны, Таро входит во множество оракулов всех на свете. Отсюда, кстати, большие проблемы. Потому что иногда начинаются большие споры. Вот это Таро или это уже не Таро? Или это Таро оракульного типа? Или это оракул торочного типа? Вот где эту границу провести? Как определить, что вот это у нас Таро, а вот это уже не Таро? Это на сегодня этот вопрос не учен, и каждый проваляет его как сам еще. Вот беру как комоду, вот это Таро. Таро беру комоду, нет, это уже не Таро. А второй человек говорит, ну как не Таро, когда Таро? Вот у меня это Таро. Вот такая у нас есть некая путаница. Пока вот не решен вопрос никак. Сергей, но ведь когда-то у нас путаница-то не было, да? У нас было Таро. А чего было раньше, вообще-то говоря? Оракулы, оракулы, но карта не было. Конечно, хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, сейчас попробую узнать вы их, если она Таро уже как-то вам ответит. Да. Я с удовольствием вам отвечу на этот вопрос. Действительно, карты Таро изначально, да и многие оракулы, кстати, тоже, были назначены или изобретены. И, нет, скажу так, они использовались для икли, для интеллектуальной икли. И старшие арканы назывались козьями, трионфи, они назывались приталья. И после того, как в 20 веке впервые, хотя не впервые, но к этому я сейчас верну, у Таро появились картинки на младших арканах, потому что до этого Мартельская, Таро, Скупти, Спорт, Таро и очень многие Таро, включая Тейлу, не имели картинок на младших арканах. И вот с тех пор, как появилась Таро и Тейла, это 18 век, конец 18 века, которое было предназначено принципиально для угадания, он именно конструировал полоду для работы предсказательной. И оно начало развивать в 19 веке в оккультную сторону, а в 20 веке еще и приобрело в Британии на американо-британской почве картинки на младших аракулах. С тех пор можно совершенно честно называть Таро-аракулом. Но вот здесь очень сложно сказать, кто был раньше, Аракул или Таро, потому что, например, в конце 15-го, начале 16-го века была такая сделана колода, которая называлась Солобуско, итальянская колода. И на этой колоде младшие арканы будут тоже прорисованы. Собственно, самая популярная колода Рейдер-Вейд позаимствовала именно из колоды Солобуско свои младшие арканы и тонкие для своих младших арканов. А можно еще вспомнить колоду Андрея Бетелли, которая тоже была проиллюстрирована. То есть мы совсем там сухотно ирисованы, но там тоже была проиллюстрация. Это, по-моему, 1891-1997-й начаток. Да-да-да. А мы можем вспомнить еще и Монтенью, ведь там хоть и 50 арканов, да, они все прорисованы. Да, вы упоминали Этейлы. Ну, там были оракулы, да, у Этейлы? У Этейлы первая колода, которую он сделал, был, конечно, оракул. Это был оракул, сделанный на расступе игры в пикет из 32 карт. И, к сожалению, я не могу показать ее. Это была обыкновенная игральная колода, которую он снабдил значениями каждую карту. Прямой, пикетурная значения. Что, Сергей? Жанна Сталин, я сейчас попробую найти ее. Да, Сергей, если вам не сложно, это обыкновенная действительно игральная колода с прописанными к ней значениями. И она вышла примерно в 1771-м годах. Силат Яков и сделал ее под влиянием одного итальянского гадателя. Именно специально для гадания и для определения точного времени событий, которые будут происходить у чилателев. Но это первый оракул. И в этой колоде даже есть одна карта, которая кочует, вот скажем, если мы возьмем самые первые колоды, второго, там обязательно будет в старших арханах карта под названием «Звезда». Сейчас она относится к номер 17, но в первоначальной колоде у нее не было просто номера. А вот в Малом Итейле, например, есть тоже карта, которую можно назвать «Звездой», только у него она называет «Надежда». Это «Королева Триф» или «Дама Триф». И вот эта самая карта «Звезды» кочует из колоды к колоду, и не только она, конечно, что интересно. После первой колоды, после именно рамбула, которую сделала Тейла, в конце 50-х годов, 18-го проекта Типеха, он сделал колоду, которая называлась «Гранд Тейла». Тоже я ее, к сожалению, не показать могу. Она была сделана только под гадание, потому что Пелаку первым профессиональным гадателем, и он пытался объяснить оккультную линию пяти таро и абсолютно оракульную гадательную. Он переставил набирал старших арканов, не по порядок, порядок поменял старших арканов, и звезда оказалась вообще четвертой в колоде и приобрела не очень веселая значение, на самом деле. Это значение звезды. Понятно, это и звезда Мал, и у Сергея потом страшно. Так вот. Первое, как выглядит. Тут сломан написан, как я тебе разумею, то есть просто карта, я думаю, дворную какую-нибудь, вот, пожалуйста, дворная карта. Вот это то, что он сделал самое первое. Правильно я говорил? Да. Так это же король червовый. Я называла дам трефугу. У нее есть значение. Я не буду сейчас рыться. Вот коробочка, вот мало вам. Это Иван. Это малый оракул для дам. Ой, там он столько их наделал, что я уже закрылся. Вот, вот как здесь это выглядит. То есть прямое положение, перевернутое положение, рисунок нарисован и так далее. И ТВА, это колода. Ну, уже тут ее даже нет смысла показывать. Обычно колода король. Марсельский вариант, там, правда, ну, чуть-чуть есть некие отличия, но не особо принципиальные. Там же важно было, что он думал значения. Он их поступал. И вот для многих карт он взял те значения, которые у него в оракулах. Да, это так. То есть мы можем сказать, что у вас тут значения. С временного рву лежат значения, которые придумал Эдрилан. Более пяти, около пяти процентов временных значений, как раз с теми, которые он придумал. Которые он так-то живет 250 лет назад. А, эти значения он вывел из своих оракул. Из своей оракульной практики, которая у него была. Он ее получил. Вот как это вытекает. То есть мы можем сказать, что в основе, в основе, в основе, в основе, оракулы ставили свой большой-большой клеток. А потом, РУЖИ повлияло на развитие оракул. Чем сильно? Я прошу прощения, перебивая вас. Дело в том, что у нас, я уже сказал в начале нашей программы, у нас идет в нескольких режимах запись. У нас трансляция идет в нескольких режимах. Один из режимов у нас, интернет-телевидение Чикаго, ограничен по времени у нас примерно от 20 до 25 минут. То есть мы сделаем небольшой перерывчик. Сейчас мы говорим, допустим, о том, в чем разница. Мы теоретически там рассматриваем. У меня вот к вам обоим вопрос. Вот смотрите, вот человек слушает, он не в теме. Но он знает, что есть такие карты, называется Таро, и все это гадание. Теперь мы уже три, скажем так, варианта разбираем. Карты Таро, карты Мадам Ленорман, и теперь карты Оракул. На самом деле карты Оракул намного больше. Если вы хотите задать вопрос и нам погадают все-таки в виде исключения даже Сергея Савченко, пожалуйста, задавайте. Вот у меня там есть, я потом задам этот вопрос. Да, множество действительно вариантов. Но в каких случаях применяется колода? Ну, это, наверное, Кензи больше, поскольку она и то, и то, и то. В общем... Да, в общем, Михаил, я вас прошу, скажите, сколько у вас нуждается? Сколько что? Ножей, ножей ногу. Ножей много. Какой вы используете? Вот вам надо хлеб отрезать. Вы один и тот же используете или разные? Или какой за руку схватился? Если хлеб мягкий, я использую определенный нож. Так. А если нет? А если нет, какой попадется под руку? Вот это и есть ответ на вопрос. Я умею работать с этим уракулом. Я его использую. Я не умею работать с этим уракулом. Я его не использую. У нас есть ситуация, конкретная ситуация. Задает человек вопрос. Кверинт. Задает вопрос. И вопрос заключается, ну, какой-то личный, какой-то. Вот что будет там со мной через, не знаю, через неделю? Какую карту вы берете? Какие колоду вы берете? Вот сейчас пусть первые аркетиты. Вот. Ну, я для того, чтобы сказать человеку, что произойдет с ним в неделю, я возьму малую колоду Ленорман. Потому что она наиболее отчетливо берет более бытовые смыслы и слои того, что происходит с человеком именно в ближайшее время. Второе, это все-таки более пространственная и, ну, такая более, что ли, абстрактная, чуть-чуть более абстрактная система. А малая Ленорман, она очень конкретная. Хотя я бы не сказала, что она не интеллектуальная, предназначена для менее культурных слоев населения. Скажем, есть разные оракулы, среди которых есть и совсем простенькие, действительно, для людей не слишком образованных. А вот многие из оракулов использовались в аристократическом салоне в XIX веке. И малая Ленорман одна из таких. Но, конечно, у нее есть разный аспект. Она действительно парка запрет. Вот такой, более бытовой средств жизни. И поэтому я бы взяла Игорь. Хорошо. Вы оба обладаете способностями не только, как гадать, на Тароа, вы обладаете еще магическими способностями. Вот что для вас колоды? Это магия или это наука? Ну, мы знаем, сегодня наука, она четко граница. А здесь разница. Прямо, рука хули альфония, это что, не магия? Ты, конечно, туда, оно работает. Это просто полный дурдом. Хорошо. Есть понятие психология и есть понятие парапсихология. Вот парапсихология – это полностью противоположная, скажем так, психология. Почему? Ну, почему? Ну, потому что это не исследования, не научные какие-то данные. Парапсихолог. Он поэтому пара… А психология и научные данные, да? Научные данные – это то, что сегодня можно, в моем, ну, как бы, понимании, в простом понимании, ну, будем так считать, это то, что можно пощупать, потрогать и объяснить. Ну, не научные понятия высшие силы – это входит Бог. А дедушка Фрейд рассказывает про комплекс ЭТИПа, это можно взять пощупать и потрогать? Нет. Вопросы? Наука, ну, скажем так, астрономия – это наука, астрология – не наука. Астрономия – это квазиннаука. Вот я же это и спрашиваю. Как для вас это, как вы это определяете? Ну, если я могу вставить, да, в лоб, я бы сказала, что для меня это наука, когда я познаю историю карт, и когда я узнаю, что ложилось в основу изображений, это очень важно для меня, потому что это даёт дополнительные смыслы, хотя существует некая практика гадания, именно предсказания, девенадцатый, когда ты видишь, что те значения карт, которые тебе известны, они работают, конечно, но вдруг они складываются в какое-то особое значение, и тогда это, конечно, магия. Но магия, скорее, не в колоде, а в том, как устанавливается какой-то рапорт или общее поле между угодателем и человеком, который к нему обращается. Если этого поля нет, считывать информацию невозможно.